Здесь все проникнуто воспоминаниями. В первых рядах ветераны-афганцы. Те, для кого слова песни особенно проникновенные, они трогают до глубины души. Исполнители песен учащиеся гимназии номер 6. Они больше, чем другие школьники города, знают про войну в Афганистане. Два года у нас как патриотический клуб, которым дети занимаются с удовольствием. Многим нравится, многие сами приходят. Мы сейчас планируем еще здесь сделать ансамбль в шестой школе, чтобы они уже где-то на профессиональном уровне. В будущем все равно может кто-то выбиться куда-то. Но начало будет положено, в принципе, здесь. В гимназии много лет назад создан музей афганской славы. Сюда приглашают ветеранов Великой Отечественной войны, проводят встречи и с другими ветеранами локальных вооруженных конфликтов. И всегда в музее бережно хранят и расширяют афганскую экспозицию. 406 сочинцев приняли участие в той войне. Из них 55 получили боевые награды, 15 не вернулись. И мы приглашаем всех воинов, которые участвовали в Афганистане, которые еще не слышали о нашем музее, приходить к нам, приносить материалы, потому что мы снимаем видео. У нас создан фильм о работе музея, о истории афганской войны, о сочинцах. Поэтому мы приглашаем пополнять нашу коллекцию. Двери нашей гимназии всегда открыты. Фестиваль афганской песни будет проводиться ежегодно и планирует выйти из стен гимназии. Сочинское отделение Союза ветеранов Афганистана Центрального района города предлагает объединить все школы района и организовать не просто фестиваль, а конкурс афганской песни. Елена Всецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.